Полнушно заходный регион Витебской в области отрымал выдатный подарунок. У МИОРАХ в ауражистой обстановке открыли новый корпус центральной районной больницы. Теперь тут оперативную и квалификованную медицинскую допомогу смогут отрымать тысячи же хоров Придвинского края. Подробностей у Сергея Мисурагина. Диагностка и оказание медицинской допомоги под одним дахом. И что тут независимо испытаете вы? А справа у тым, что и аж шесть советских часов у МИОРАХ было 11 особенно размещанных будинков, куда люди зверталися со своими хворобами. Зараз для месяцев побудовали сучасный медицинский городок. Подеи, якой чекали 26 годов. Минавито стольки с початку 90-х у МИОРАХ спробывали побудовать сучасную больницу. Перебои с финансованием перетворили объект у Дагобуд. Практично без шанса удухнуть у его життя. Радикальная ситуация изменилась полторы годы тому. Калининг-Йоркскую больницу унесли в республиканскую инновационную программу. Второе дыхание в строительство данного объекта принесло это посещение нашего района председателем комитета госконтроля Республики Беларусь Леонид Васильевичем Анфимом. Мы побыли на строящемся металлопрокатном заводе. И ехав на жилье, он говорит, что это у тебя за такой объект. Я говорю, это моя больница. Большая мечта, все остальное сделаю сам, а больницу сам не построю. И после его посещения были приняты определенные решения, которые позволили нам в кручайшие сроки, как я считаю, это меньше, чем за полтора года, то, что вы сегодня видите, завершить. Створить больницу, якая отповедает с ужасным потребованиям, и рационально выкрыстовывать грошовые сродки. Храм здоровья у Мийорах полностью отповедает этим потребованиям. Целый медицинский городок размещанный на компактной территории, укомплектованный квалификованными урочами и нашпильгованный новейшим медицинским обстановлением. Развести в одно учреждение, в одно здание все то, что было разбросано, и что нужно было обслуживать, содержать, и действительно возникали трудности с оказанием медицинской помощи. Здесь в одном, в новом здании с хорошим оборудованием, с централизованной системой подачи газов, с современными операционными люди получат качественную медицинскую помощь. Калишка за сухими лежбами статистики, больница выявляет собой трехповерховый будунок, площадью у 6 тысяч квадратных метров, различенный на 50 мест. В этом здании у нас расположено приемно-диагностическое отделение, акушерское отделение, хирургическое отделение, педиатрическое отделение, отделение анестезиологии, реанимации и оперблок. То есть фактически вся лечебная база в одном месте. Рядом находится клиника-диагностическая лаборатория, скорая помощь, ну и, соответственно, все вспомогательные подразделения, пищеблок. Медперсонал проступил до работы 8 мая, а самым запотребованным за этот невеликий час оказалось акушерское отделение. Тут уже поспели заявиться на свет трени Маулятки. У нас произошло трое родов, два мальчика, одна девочка. Будем смотреть, стараться улучшать показатели, расширяться, все в наших руках. Финансовали проект по ровну за республиканского и областного бюджетов. На узвядение нового корпуса больницы было накировано коля 22 миллионов рублей. В республиканском бюджете совместно с областным, на равнодалевых началах нашли финансирование. Ну и вот за полтора года налегли, практически работали без выходных, работали практически круглосуточно. И, как была поставлена задача, 8 мая этого года стали уже заселять в больницу людей. События, конечно, действительно колоссальные. Над осягнутым у Мейора экспоняться не сбирается. У планах на ближайшую перспективу побудовать поликлинику, различенную на 250 наведыванию у день. Сергей Мисурагин, Александр Просталка, Новины Мейоры.